This conference will now be recorded. Итак, у нас сегодня с вами тема, как создавать доверительные отношения в команде. И чуть побольше представлюсь. Еще раз зовут меня Елена Александровна. В общем-то отзываюсь на просто Елену. Достаточно большой опыт уже как управленца, более 25 лет. И на сегодняшний момент я действующий руководитель и владелец двух бизнесов. Ну и те курсы, которые я веду, их очень большое количество. По большей части это получается больше 30 курсов, которые я веду в Центре специалистов. И большие три направления. Это курсы по менеджменту, начиная от руководителя структурного подразделения, завершая стратегическим менеджментом. Второе направление это soft skills, так называемые мягкие навыки. И третье направление это андрогогика. В общем-то вся информация сейчас написана. Я сертифицированный коуч и управляю в стиле коучинг. Поэтому возможно какие-то вещи, те люди, кто приходят к нам на курсы, в частности ко мне, иногда это является таким провоцирующим даже, провоцирующей информацией. Потому что есть возможность посмотреть на разные темы с разных сторон, расширить свою метапрограмму. Метапрограмма это наши стереотипы, в рамках которых мы как руководители воспитываемся нашими руководителями, нашими родителями и так далее. Ну и вы видите, что я еще практикующий психолог, причем на психолога я пошла учиться осознанно. Это одно из моих последних образований. Осознанно для того, чтобы опять же понимать, когда ты управляешь людьми, что же у них там в головах такое имеется, как же это все подкрутить для того, чтобы достигать бизнес-результатов. Поэтому постараюсь в рамках сегодняшнего занятия дать такие рэперные точки, на что нужно обращать внимание, для того, чтобы вообще создалась эта команда. И если говорить про наш учебный центр, то мы уже 29 лет, в этом году будет в конце года уже 30 лет нашему центру, более миллиона выпускников уже выпущено, огромное просто количество, 35 тысяч корпоративных клиентов. Когда нас спрашивают, с кем вы работаете, мне иногда хочется сказать, по-моему, мы уже со всеми работаем. Госсектора, коммерческая структура. У нас несколько центров по Москве, это более 60 учебных классов. И, наверное, гордость, я думаю, что нашего центра, это как раз преподаватели практики. Какой бы курс вы ни выбрали по любому направлению, это все преподаватели, которые либо есть работа, и они прям вот в теме, в той, которую преподают, либо у кого-то собственный бизнес, но опять же они в теме, которую преподают. Поэтому мы гордимся тем, что у нас не просто, ну, есть такое некрасивое слово теоретики, хотя без теории практики не бывает, но я бы сказала, такие теоретика, практикоориентированные теоретики. Вот, наверное, так бы назвала преподаватели и себя в том числе, потому что и учеба не заканчивается, и практика не заканчивается. Мы развиваемся вместе с вами. Итак, у нас существуют гарантии, это, знаете, такое отличие, возможно, от других центров, потому что у нас есть по договору гарантия качества образования и гарантия результата, поэтому у нас сегодня в конце нашего семинара подключится наш менеджер по работе с клиентами, и на некоторые вопросы, которые вам, возможно, будут возникать, сможете задать прямо вот в прямом эфире эти вопросы. Ну, касаемо такого достаточно жесткого отношения гарантии качества, это мы гарантируем. Ну, и что мы делаем сегодня? Мы рассмотрим составляющие, которые, в общем-то, обязательны для того, чтобы вот это доверие сделать в команде, и шесть шагов для построения этой так называемой команды именно в рамках доверия. Сразу скажу, что сегодня у нас небольшое занятие, небольшое в формате времени, да, у нас 45 минут, поэтому, понятно, всех нюансов я не успею физически рассказать, поэтому подробнее вы можете пройти курс руководитель структурного подразделения, это как минимум кто уже миддл уровень, это руководитель среднего и высшего звена, там мы более подробно, естественно, в комплексе обо всем говорим. Ну, а сейчас пойдем уже в ту тему, которую, в общем-то, я вам и обещала. Итак, что есть доверие? Доверие и доверие, это в первую очередь ожидание, то есть у каждого человека есть некое ожидание, и чаще всего доверие, оно не совсем понятно, потому что ни у кого нет бегущей строчки, что каждый имеет в виду, то есть какие составляющие будут для того, чтобы доверять. И вот я бы обозначила это такими составляющими, составляющие, так, коллеги, прошу звук выключать, иначе придется мюджить тогда всех. Это эмоциональная составляющая, что сюда входит? Это, знаете, на уровне рептильного мозга. Вот я либо доверяю человеку, либо не доверяю. Вот это такое внутреннее ощущение, зачастую, вот похож он на тебя или нет. Есть такое понятие, как симпатия. Я думаю, что все понимают, что это такое. Да, вот эмоциональная составляющая, когда ты смотришь на человека или на группу людей, вот на коллектив, в котором ты работаешь, и вот они либо свои, либо чужие. И иногда нет никакого рационализма для того, чтобы сказать, что почему я не доверяю этому человеку или конкретно взятым людям. Вот просто не доверяю. То есть вот, что говорится по-русски, чуйка. Вот я чую, что эти люди какие-то чужие, поэтому я им не доверяю. И именно с эмоциональной точки зрения доверие гораздо тяжелее выстроить, потому что вот прям так явно непонятно. Это как раз психологический момент, который у каждого человека есть. Есть люди сами по себе, которые не доверяют внешнему миру. Есть типология, если может быть кто-то с диском знаком, то мы там разбираем как раз это на курсах эффективный переговор, жесткий переговор. Почему некоторые люди, вот нет никаких объективных, в общем-то, вещей или каких-то действий, почему человек не доверяет. Вот есть такие просто психотипы самих людей, когда у них есть элементы недоверия. Либо с этими людьми какие-то травмы происходили в детстве или в прошлой жизни во взрослой, когда человек, в общем-то, обжегся и теперь не доверяет никому. С чего еще составляющая входит? Это рациональная составляющая. Сюда относится как раз то, что мы можем посчитать. Например, что мы видим наш коллега или наш руководитель или наш сотрудник нижестоящий, он способен выполнить взятые на себя обязательства. То есть мы ему дали какую-то работу и он все сделал. И чем больше он ее делает, то есть наше ожидание равно результату, мы начинаем ему больше и больше доверять. То есть когда раз человек, два, три, четыре сделал, и это было в рамках наших ожиданий, обычно тут менеджеры любые успокаиваются и говорят, ну фух, все, слава тебе, господи, все замечательно, я могу ему доверять. Ну то есть просто исходя из опыта. Это так называемый рациональный элемент. И здесь как раз вот эта оценка компетентности, результативности труда, предсказуемости поступков, когда мы просто знаем, что этому человеку можно дать любое дело и он его выполнит до конца. Почему? Потому что есть роли командные. И если руководитель знает командные роли, то он осознает, что если он отдаст доводчику, так называемому, то будет все сделано обязательно, даже если это ночью будет сделано. И наоборот, если мы дадим мечтателю, то он, конечно, много нагенерит нам каких-то вариаций, но совершенно не показатель, что он доделает все до конца. И вот знание этих ролей, это рациональное такое. То есть мы берем и психологию накладываем на, скрещиваем с математикой. И вот тогда любому руководителю будет гораздо проще понять, что же нужно делать для того, чтобы было вот это доверие в команде. То есть вот эмоциональная составляющая плюс рациональная, это и будет доверием. А вот зачем мы вообще говорим про доверие? Потому что есть выгоды, и выгоды экономически очень простые. Самое первое – это повышение доверия равно повышению скорости работ и уменьшению расходов. То есть один человек будет гораздо быстрее, эффективнее делать ту работу, которую нужно выполнять. Так называемый принцип синергии. То есть идеальная команда – это когда 4 человека делают работу за шестерых, потому что они сплочены, потому что они доверяют. И всем известно, что в командах, потому что огромное количество исследований приводилось, что в командах с высоким уровнем доверия сотрудники легче переживают стрессы. Даже свои личные какие-то стрессы, потому что есть чувство локтя. Они могут в состоянии оценивать результативность совместной работы, они даже внутри команды, даже без руководителей, когда они уже доверяют друг другу, они очень быстро передают какие-то форматы работы, где, например, один не успевает, второй на подхвате. То есть это не нужно руководителю туда входить, ручное управление включать, кто перегружен, кто недогружен. То есть в хорошей команде они там сами уже распределяют. И, конечно, вот такое доверие команды, доверие членов команды приводит к тому, что уменьшается текучка. А для каждого руководителя это тоже такая больная же тема. Ведь когда люди постоянно уходят, приходят, уходят, приходят, во-первых, это реально головная боль с рекрутингом сейчас, хотя, мне кажется, она всегда была не так уж и просто найти того, кого ты хочешь. Много кандидатов, найди того, кто тебе нужен, кто тебе подходит. И, естественно, когда есть такая вовлеченность, когда люди с удовольствием приходят на работу, и не ради того, чтобы чай с печеньками попить, а ради того, чтобы выполнять ту работу и получать удовольствие от нее. Такая, я вам сейчас, наверное, красивую картинку говорю, возможно, кто-то сидит и думает, вот заливает, такого же не бывает. Ребят, редко, но бывает. Редко, но бывает. За этим просто, вот это такая вещь, доверие командообразования, которая сама по себе вот не делается. Иногда нужно очень много времени, там, 20-30 лет для того, чтобы коллектив как-то друг к другу пообтесался. А у нас зачастую нет столько времени, какая компания выдержит, чтобы у нас фаза бурления, потому что есть этапы развития команды на курсе руководителя структурного подразделения, мы подробно это разбираем. Этапы становления команды, вот второй этап, это фаза бурления, фаза шторма, когда 100% будут конфликты, 100%. А это, как следствие, уменьшение доверия, уменьшение скорости и увеличение расходов на все наше предприятие. Поэтому самые важные вещи, что когда у нас есть высокий уровень доверия, то и сотрудники друг друга даже учат, они передают самую лучшую информацию. То есть обычно это функция руководителя передать от лучших к середнячкам, например, худших не рассматривая, худших нужно тогда расставаться с ними. И знаете, когда есть доверие, каждый человек, вот вспомните себя в любой команде, вы же где-то тоже работаете или работали, когда ты сидишь и думаешь, вот не знаю, как выполнить эту работу, если сейчас обозначу, что я не знаю, все подумают, что я какая-то некомпетентная или некомпетентный, потому что ты не доверяешь. И вот тоже на курсе часто меня спрашивают, а как вот спросить, как руководителю спросить, я же там не знаю, то-то, то-то, то-то. Я сразу вижу, что за этим стоит страх, что если ты скажешь, что ты не знаешь как и пока у тебя нет каких-то решений или есть решение, но тебе нужна помощь в выборе и не идут к своему руководителю, то там нет уровня доверия. И есть очень большой риск, что этого доверия нет и с нижестоящими. То есть ваши непосредственно сотрудники тоже не доверяют вам и как следствие вы узнаете уже тогда, что он там не знает, когда уже дедлайн, когда уже все прошло. Поэтому фактически доверие это та вещь, за которой нужно реально следить. Итак, и создавать ее. Как же создать эти доверительные отношения? Ну, начну с первого, наверное, это с личного примера. Вы знаете, если вы хотите укреплять или создавать хорошие отношения в коллективе, то надо начать с себя. Это же такая же история, как воспитываешь, например, детей. Если вы решили научить своего ребенка кушать и пользоваться ножом и вилкой, а сами кушаете без этого или ложкой вообще, то получится, что ваш ребенок будет кушать ножом и вилкой. Он будет повторять за вами. Да, и знаменитое изречение педагогов. Не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя. Я не просто так сейчас, я не ошибочно сравниваю сотрудников с детьми. Это тоже люди. И там тоже есть групповая динамика. И вы знаете, с точки зрения психологии она ничем не отличается. Кардинально вообще ничем не отличается. Да, там выше интеллект, безусловно, потому что человек взрослый, он с опытом. Но это еще больше их приводит как раз к элементам недоверия. Поэтому начните с себя. Станьте примером. Покажите, то есть не бойтесь порой говорить о том, что вы как руководитель, там, например, тоже ищите от них помощи в решении каких-то вопросов. Да, те же мозговые штурмы очень хорошо показывают, что руководитель, он тоже член команды. То есть он тоже может задавать вопросы, он тоже может отвечать. Очень хорошо, вы знаете, работает, когда делает руководитель, например, мозговой штурм, либо круговой сбор идей, либо зовет своих людей на стратегические сессии. Потому что стратегическую сессию, понятно, можно делать на уровне топов, а можно делать на уровне даже руководителя отдела. Никто вам не запрещает, ну, то есть это, например, раз в квартал делать такие сессии, которые как раз сплачивают коллектив. И они будут пример с вас брать, что можно задавать вопросы всем. Что можно сказать о том, что, слушайте, у меня некое затруднение. И вы тем самым как раз и покажете, что такое доверять. И, конечно, если говорить об обещаниях, это тоже про пример. Если вы сами что-то обещаете, вы должны это сделать. Но либо не обещайте, потому что это тоже про доверие. Помните, про рациональную составляющую? Это когда тебе дают какое-то задание, а ты его делаешь, второй раз делаешь, третий раз делаешь, тебе тогда доверяют. А если ты не делаешь, и чем чаще руководитель не исполняет своих обещаний, тем, соответственно, уровень доверия будет ниже. То есть если вы обещали сотруднику, что, ну, например, на какой-то промежуточной аттестации, что если он сделает там определенный фронт действия, достигнет результата, то, например, вы его повысите или зарплату повысите, или премию дадите. Ну, то есть что-то вы там пообещали. Вот здесь, наверное, это самый такой надломленный момент, потому что чаще всего я людей встречаю, кто уходит, прям хлопая дверью из компании, как раз из-за того, что руководитель вышестоящий не выполнил свои же обещания. То есть его же никто за язык не дергал для того, чтобы он это сказал. Ну, то есть если сказал, сделай. Это вот такой пример, потому что очень часто руководители хотят, чтобы ему доверяли, а сам, в общем-то, он из контура доверительного такого круга выходит, потому что он не выполняет то, что обещает. Поэтому вот здесь важный такой элемент, что в коллективе, а в члены коллектива тоже даже входит сам руководитель. То есть не отодвигайте руководителя, что он где-то не там, он тоже там. Что еще? Второй момент – это общайтесь открыто. Вы знаете, вот когда в коллективе есть вот эта подковерная игра, политические какие-то игры, которые вот все за глаза, за спиной, там не будет никогда доверия. Там вот будет, наверное, знаете такую фразу «серпентарий», такой змеиный домик, где вроде все рядом, вроде все в одной компании работают и в одном отделе, но спиной желательно не поворачиваться, потому что есть риск, что тебя кто-то укусит, подставит и так далее. Вы знаете, у нас очень мозг, природа так сделала, мозг чудесно работает. При этом он работает, либо созидая, либо разрушая. И если он боится, что его кто-то подставит, что его, ну кто-то невозможно подставит, а возможно просто не протянет руку помощи, когда она нужна, то человек остается один, он закрывается. И он не будет доверять тогда ни вам, ни другим членам коллектива. Поэтому вот в формате «общаться открыто» это про то, что опять же, вы смотрим пункт первый, показываете пример о том, что если вам что-то не нравится, то вы говорите с людьми на обычном русском языке, без повышения тона, совершенно, знаете так, по-человечески я бы сказала. То есть если вам что-то не нравится, нужно об этом говорить, не нужно обижаться, потому что от того, что вы обиделись, ну результат это не будет лучшего. И еще важный момент, это по поводу как раз вообще не открыто, это те ожидания, которые вы хотите видеть от ваших сотрудников. Ну до смешного, систему смарт вроде знают все, мне кажется, это прям уже на языке мозоль, наверное. Но каждый раз вот на курсе руководителей вставлю в тупик, многие обижаются, ну вы же не сказали, что надо отсмартовывать. Ну это вот к вопросу о том, что мы в голове очень много знаем теорий, но мы не всегда их применяем. Поэтому «Общаясь открыто» это про то, что нужно четко очень отсмартовать человеку, например, что мы хотим, а не специально. Некоторые же берут и говорят, ну посмотрим, как ты справишься. И дают какое-то задание, иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. И что бы там ни сделал сотрудник, вы всегда, в общем-то, можете подыграть и сказать, это не это, я надеялся, что ты прочитаешь у меня по губам. Вот в формате вот этого общения выстроить, всегда нужно выстроить, ну некий устав, я бы сказала, да, то есть это правило работы внутри коллектива. Одно из правил, которое, например, я в своей практике применяю, это запрет на слово «нет». Но дело в том, что нельзя просто запретить. Если мы запрещаем, мы должны сказать, что вместо этого. То есть когда, например, члены коллектива проводят какой-то мозговой штурм, на планерке даже, обычная планерка, когда один предлагает решение вопроса, а второй говорит, нет, это не пойдет, это вообще нереалистичное какое-то предложение. И вот тут же доверие разрывается, потому что если, например, мне так говорят, я понимаю, что мне этот человек точно не друг на уровне рептильного мозга. И как следствие разрушается это доверие. Что вместо этого? Есть разные техники. И одна из техник, которые я даю на занятия, это техника вальс. То есть сначала мы вальс, потому что раз, два, три, там всего три шага. Сначала мы присоединяемся. То есть мы учим людей, что нужно говорить, какие слова нужно говорить, когда они общаются друг с другом. Это важно. Вот это не сейчас, не голословные слова. Без этого не выстроите вы отношения. Коллеги, правда важно. То есть есть некий устав, есть некие правила, тогда и обижаться никто не будет, и не будет вот этого элемента недоверия. То есть что нужно говорить и как нужно говорить. То есть обозначаются сами цели команды. Роль каждого сотрудника обязательно здесь говорим. Опять же, не нужно вот кого-то оставили вместо себя, а вы там поехали в командировку, вы должны объяснить людям, почему именно этого. И, кстати говоря, знания командных ролей тоже дают возможность не ошибиться, а кого вы вместо себя оставляете. Потому что здесь очень большая история про то, что когда мы ошиблись с ролью, то есть мы неправильно отождествили человека, роль – это его привычное такое стереотипное поведение. И поскольку мы со взрослыми людьми работаем, не нужно никого исправлять. Когда мне говорят, надо кого-то воспитывать, я обычно задаю встречный вопрос. Я говорю, вы в исправительной колонии работаете? Он говорит, нет. Я говорю, зачем вы тогда исправляете? Вы берете за сильные стороны людей, вот, и работаете на их сильных сторонах. Не надо никого там исправлять. И вот это общение открытое, когда мы можем сказать человеку, что мы с тобой договорились о том, что должно быть вот так-то, так-то. Давай соблюдать наши договоренности. А не просто промолчать. И очень многие руководители, знаете, как, все, накипело. Вот накипело. Сижу, спрашиваю, а почему накипело? Что тебя остановило сразу же, вот, как только человек нарушил ваши какие-то правила, гласные, негласные, без разницы, написанные они или только проговорены, что тебя остановило сразу же это проговорить? Практически все конфликты, а это как вторая, темная сторона, да, доверие, с другой стороны, недоверие, как следствие конфликта, это то, что мы замалчиваем, а потом ждем какой-то последней капли. А последняя капля, это уже потом гораздо тяжелее срабатывать, разрабатывать потом этот элемент доверия, потому что время ушло. Не делайте так, делайте все вовремя. Итак, третий пункт, это добавьте моменты неформального общения. Но знаете, ничего так не сближает, никакой коллектив, как еда. Да, и вот не улыбайтесь сейчас, потому что это факт, это опять же на уровне психологии человеческой. Если мы вместе что-то покушали, мы начинаем доверять друг другу. Поэтому вот эти вот элементы, которые еще там в советских времен пришли, что ты должен проставиться, раз пришел новый сотрудник. Многие компании, например, западные, у них есть правило, что SEO, то есть глава компании, каждый день завтракает с новичками. То есть тот человек, который только пришел в компанию, неважно какого уровня, каждое утро SEO завтракает с новичками. У нас, конечно, в России такого маловато, я встречала, по крайней мере, может быть, у кого-то из вас есть. Но как минимум руководитель подразделения, вы как руководители, совершенно спокойно можете организовать такой маленький сабантуй. Вот пришел новый человек в команду, или вы организовали проектную группу, например, если это проекты, то начните с просто поедания тортика или пиццу закажите. То есть это очень простой инструмент, уже проще не бывает, и он очень хорошо помогает сплотиться. Вот правда. И в российской шкале ценностей особенно, потому что это не во всех народах. У нас очень хорошо не делать, понятно, там какое-то застолье, не говоря о том, что там сесть и свадьбу делать, а вот в формате просто перекусить вместе. Доверие улучшается. И вот это неформальное общение, когда вы вместе, может быть, пошли покушали, или вместе, возможно, где-то, ну, многие говорят, это в курилках все есть, я просто не курю, не знаю, что там в курилках есть, но когда люди спрашивают какие-то личные истории, кто откуда, а как у тебя там в семье, это не означает, что допрос с пристрастиями, это означает, что хоть чуть-чуть больше информации, чем мы на работе знаем друг о друге. Потому что у каждого, вы знаете, тренинги иногда, вот корпоративные начинаю как раз с того, что расскажи что-то, что не знают о тебе твои коллеги. Всегда есть что рассказать. И многие коллеги так удивляются, поворачивают голову. Ты мастер спорта? Вот у меня на прошлой неделе такой тренинг был. Да, я мастер спорта, я в 14 лет стала мастером спорта. Ничего себе, мы даже не догадывались, что у нас такие люди работают. Знаете, такое и больше доверия, потому что чем больше люди знают друг друга с разных сторон, тем больше они доверяют. И, конечно, можно поговорить и о ценностях каждого, потому что очень часто как раз именно ценности нас объединяют. У кого-то семейные ценности, у кого-то дотяжительство. Я когда управляла отделом продаж, у меня именно на продажниках были яркие ценности, это новые машины. Вот они прям соревновались, у кого какая машина и какую следующую купят. Причем независимо мужчина или женщина, почему-то прям, я говорю, машинные маньяки были. А, например, в IT-сфере там другие уже ценности. И есть профессиональные, бывает, что просто профессиональные, там я, смотри, какой у меня кот, какой у тебя, они могут даже в этом соревноваться. То есть везде свои ценности, и вы обращайте тоже на это внимание. Что четвертое? Вы знаете, наверное, про третий еще момент, что слишком личные вопросы в глубину. Просто есть понятие экстраверты, есть интроверты. Экстраверты, они любопытные и, в общем-то, много о себе расскажут и много начинают задавать вопросы другим. А вот интроверты, у них другая история, они не очень любят о себе рассказывать. Поэтому, опять же, соблюдайте вот этот баланс, соблюдайте деловой этикет, прям совсем-совсем личные вопросы, возможно, и не нужно задавать. Смотрите на уровень, чем человек готов, в общем-то, делиться. Итак, четвертое – это по поводу критики. Вы знаете, ну, не ошибается только тот, я считаю, кто не просто не работает, а кто мертвый. Потому что если человек даже не работает, он все равно где-то сделает ошибки. Вот мертвый, он точно уже нигде не ошибается. Поэтому, когда люди работают вместе, очень трудно избежать ошибок. Очень. Иногда прямо даже невозможно. И здесь есть риск, что вы, как руководители, либо, соответственно, ваши же коллеги начнут обвинять друг друга, искать вот этого крайнего. И вот этот, кто это сделал, почему так получилось, кто виноват, кто это, и начинают искать. Ну вот в коутинговом формате я всегда говорю, что вообще без разницы кто. То есть важный момент, что нужно сделать, прям с коллективом решить, размышлять об этой ошибке, да, вот произошло то-то, ну, просто как факт. И что каждый из сотрудников может сделать для того, чтобы исправить ситуацию первая, и как сделать так, чтобы она не повторялась в будущем. Ну, то есть такую профилактику. Потому что, опять же, в формате один сделал ошибку, там, если мы только один на один будем разбирать, то остальные могут просто тиражировать эту ошибку, и вам придется тратить время на то, чтобы рассказывать одно и то же. Поэтому критика, она должна быть не в плане карающей, а в такой, в авторитарной схеме, там, конечно, такая, все, штраф и без разговоров. Точно доверия не будет, и вряд ли там лояльность сотрудников будет высокая при таком подходе. А вот в формате как раз работы над ошибками, чтобы не наступали на эти грабли, ну, очень-очень даже актуально и хорошо получается выровнять доверие. То есть люди не боятся, если даже ошибутся, не боятся сказать. Пятый пункт – это, ну, опять же, если вы руководите какой-то устоявшейся командой, а ваша команда так и не сформировала дверительные отношения, то важно выяснить, как возникают эти проблемы, то есть после чего, грубо говоря, найти, вот размотать вот этот клубочек и найти, выработать вот эту стратегию, как это дело решить. То есть есть тот вариант, например, раздать сотрудникам анкету инкогнито, анонимно, и включить в нее вопросы на уровень доверия. Ну, то есть это могут быть прям кейсы какие-то коротенькие. Почему они так думают, да, почему в коллективе не хватает доверия, ну, такие вот вопросы открытые можно задать, например, по десятибальной шкале, да, как тебе кажется, насколько доверяют, там, ты доверяешь коллективу, насколько тебе коллектив доверяет, насколько ты доверяешь своему руководителю и наоборот. Ну, то есть вот эти вот вещи. И почему? Можно это сделать в формате, там, Google Form, можно просто прям на листочках, соберите, вот когда вы узнаете эти результаты, соберите коллектив и поговорите, естественно, там не будет открытой информации, кто что сказал, а просто обозначить, что есть вот такой результат, и как следствие для того, чтобы рабочий настрой был лучше, чтобы доверие улучшилось, да, и были хорошие результаты, нужно обсудить это с людьми, чтобы они сделали какие-то предложения. Кстати говоря, в самой анкете тоже, если прям новый совсем коллектив, или вы понимаете, что уровень доверия очень низкий, я рекомендую, ну, прям в самой анкете спросить, такой вопрос задать, как вам кажется, какие шаги нужно сделать для того, чтобы доверие возросло. Спрашивайте у людей, на самом деле не нужно догадываться, иногда даже 100 книг прочитаешь и не найдешь ответа, зато спросишь у своего коллектива о ответной поверхности. Узнавайте у людей, нужно с ними научиться коммуницировать, вы с ними работаете. Ну и шестой шаг, это не закрывать глаза на группировке. Дело в том, что тоже важный момент, что в каждой команде есть такой риск, что вы ошиблись с рекрутингом, сразу скажу, что это ошибка рекрутинга, если вы взяли двух неформальных лидеров на маленький коллектив. Например, у вас 6 человек, и вы промахнулись, то есть вы никак не предупредили вот эту ситуацию, и таких ситуаций много. Мы разбираем на руководитель структурного подразделения, у нас есть блок по рекрутингу и по команде образования в том числе. Вот я там делаю даже акцент на себе. Я лидер до мозга костей, я спрашиваю слушателей, говорю, смотрите, у вас есть уже в команде неформальный лидер, и я вам, вы смотрите на мое резюме, я вам присылала свое резюме, я идеально подхожу вам, то есть у меня знания, навыки, опыт, все есть. И по мотивации мы сходимся. Но я вам заранее, в общем-то, вы меня уже знаете, да, что я лидер. Возьмете меня к себе в команду? И если я не говорю слово лидер, не делаю на этом акцент, очень многие говорят, ну да, если все подходит, конечно, возьмем, все сходится. Я говорю, и вы берете на маленький коллектив, у вас уже есть один лидер, берете второго, и что будет? Будет две группировки. И эти две группировки будут каждый на себя тянуть одеяло, и это не приведет к уровню доверия. Знаете, вот такие вот, ну кто-то их лайфхаками называет, я считаю, что это, в общем-то, законы менеджмента, и про это нужно просто знать. За нас это уже давно описали, и менеджмент наука достаточно не новая, да, и многие вещи уже описаны, потому что это как законы. Поэтому, если у вас есть такие группировки, хорошо подумайте, почему. Возможно, это как раз два лидера. И, а возможно, бывает один лидер, и вот этот лидер почему-то, в силу каких-то причин, выделил кого-то из команды и сделал его, ну, такой белой вороной. И получается, что, например, у вас есть шесть человек, пять человек вместе, все хорошо вместе кушают. Вы это увидите, вот просто на совещании, как они приходят, как они обедают. Ну, вот у меня один из примеров, все мясоеды, а один сотрудник был веган, и он еще из дома приносил еду, и у них получалось, что все побежали в столовую, либо там в Мак пошли покушать бургеры, а вот у одного, вот прямо он такой, из дома приносил там в баночках. И вот реально прям видно было, что он одинокий, он уже не с ними. И вот здесь тоже нужно было говорить о том, что прям договориться, я разговаривала о том, что коллеги, он же может брать свою банку и идти вместе с вами, какая разница, кто что кушает, вы вместе можете это делать. И вы знаете, после первого же разговора сказали, да, конечно, а что он там сидит, ну, просто как бы он боялся, что будут на него пальцем показывать, что вот он такой не мясоед, а эти думали, что он такой одинокий. Оказывается, нужно было просто пригласить. Ну, то есть даже такие простые вещи, ничего такого очень сложного нет. Но, пожалуйста, не закрывайте глаза на эти группировки, сами по себе они не разрешаются. Вот, в общем-то, шесть шагов, как создать доверительные отношения. И хочу еще сказать о мифах, которые существуют, о доверии. Первый миф, с которым тоже регулярно встречаюсь, это что доверие несовместимо с конфликтами. А почему? Мне не совсем понятно, почему. Очень часто как раз бывает, что руководитель считает, что если есть конфликты, то там нет доверия. Это просто какой-то элемент, с которым нужно поработать. А вот если ты не будешь работать с конфликтами, то, безусловно, доверие будет разрушаться. К тебе в первую очередь. Ты как руководитель должен уметь, то есть ты должен быть отчасти медиатором. Мы в курсе это рассматриваем, что нужно сделать, какая последовательность, чтобы, например, угомонить двух сотрудников, которые там чуть волосы друг у друга не вырывают. Такие тоже бывают истории. Поэтому совместимо при этом нужно опять же с этим работать. Если это долгосрок, скрытые конфликты пойдут, да, доверия там не будет. Доверие заменяет правила. Ну, смотрите. Это опять же про ожидания. Когда есть правила, мы просто озвучили вслух ожидания, как мы вместе работаем. И четко сформированная цель, ясные критерии, как будем оценивать друг друга, точное определение ролей, кто чем занимается, то здесь и на рациональную составляющую мы давим доверие, но и на эмоциональную. То есть у нас повышается уровень как раз вот этой предсказуемости в поведении. И есть общий критерий справедливости. У нас российская шкала ценностей за справедливость очень-очень. А вот эту справедливость описать, она у всех разная, понимаете? Для одного справедливо вот так. Например, всем равные возможности, равное количество денег. У кого-то справедливость такая, а у другого, подождите, я приношу больше денег, у меня больше там результата, значит, справедливо платить мне больше. Вот тут лучше обозначить все-таки правила для того, чтобы не попадать в эту историю, что у каждого справедливость своя, и опять же уровень доверия тогда теряется. Ну и третий миф, это чтобы сформировать доверие, нужен специальный тренинг по командообразованию. Ну, конечно, неплохо, когда он есть. Но я могу сказать, что не в этом счастье. Есть огромное количество как раз инструментов, их называют инструментами фасилитации, потому что один из, ну, это человек, который как раз неорганизованную толпу может организовать, и те же мозговые правила, мозговые штормы, правила внутри коммуникации, правила ведения, например, тех же совещаний, так, чтобы действительно все слышали друг друга, и руководитель сотрудников, и сотрудники друг друга. Поэтому здесь однозначно только тренингом, причем иногда они на тренинге, тоже такую историю знаю, на тренинге я их сплотила, все хорошо, сказала руководителю о том, что там, посмотри, обрати внимание, вот там Петя и Вася, они там что-то закусили, узду друг на друга, и они там были в разных подгруппах, и прям явно у них там конфликт, поработай с этим. То есть сейчас все ок на тренинге, но там есть какой-то скрытый конфликт, надо поработать. И руководитель спустя рукава, ну как же, тренинг же провели. Ну, тренинг не панацея, сразу скажу. Ну, то есть нужно еще и в глубину поработать, потому что никакой тренинг не сможет, прям вот по командообразованию я имею в виду, поработать с разрешением конфликтов, которые, возможно, есть в команде. Но, однако, у доверия есть обратная сторона. Доверяй, но проверяй. Вот еще в 30-е годы, изучая паровозные бригады, психологи обнаружили, что количество аварий, травм выше именно в тех командах, где установилось наибольшее доверие. И вот здесь очень важный момент. Кто у нас должен проверять? Кто проверяет? Вот вы должны четко отдавать отчет, что проверяет именно руководитель. Они сами друг друга, потому что, когда у вас коллеги все уже в элементах, ну, то есть они все друг другу доверяют, они действительно начинают хуже следить друг за другом. Ну, потому что они же доверяют, зачем там? А проверять должны вы как руководители. Поэтому чаще всего, я как раз говорю, прекрасно, если у тебя команда доверяет друг другу, но это не означает, что ты включаешь либеральный стиль управления, где как раз с контролем не очень хорошо. Поэтому основы менеджмента. Менеджер должен планировать, он должен организовывать, должен мотивировать и должен контролировать. Все. Цикл менеджмента, который вот в рамках курса полного, мы его весь и проходим от начала до конца. И как раз складываются файлы, да, что с этим делать. У меня был вопрос в чате о том, как собрать, как создать в команде лентяев. Я, конечно, ответила, что зачем лентяев держите, но опять же нужно понять, что имеется в виду по лентяям. Либо, например, возможно, как раз нет вот этой нормативной базы, почему позволяют, что они лентяйничают. Ну, то есть у нас есть понятие зеркальные нейроны в голове, и мы повторюшки такие, мы повторяем, если одному можно, то, значит, и мне можно. Поэтому, в общем-то, если говорить про лентяев, скорее всего, я так предполагаю, потому что больше данных у меня нет, что все-таки нужно установить нормативы выше, например, как сдвинуть середину и, соответственно, как их потянуть к лучшим, и тогда, в общем-то, лентяйство закончится. Ну, и то они вместе сейчас объединились в рамках по лентяйничают, а то будут в рамках поработать. Есть ли книги, которые можно подсунуть управленцам из СССР, как их обработать, чтобы они начали повышать свои компетенции, заинтересовались в скистах, менеджменте, всеми прогрессивными штуками? Петр, есть такая формула, хороший вопрос, есть такая формула, я ее люблю, формула Бекхарда, это как сдвинуть, в общем-то, людей, которые никак не сдвигаются, она состоит из нескольких множителей, так вот, психологию на математику наложили, и первое, это зона недовлетворенности, то есть у них, у них должен загореться стул, то есть пока у них не загорится стул под ними, ничего не сделаешь, ну, то есть они не, не выполняют, например, какой-то план по себе, там еще что-то, второе, это показать им, ну, то есть, первое, это не удовлетворенность текущим положением, второе, это видение красивого будущего, ну, то есть кто-то делает лучше, чем они, эффективнее, еще, ну, то есть, какой-то кейс рассказать, что вот, а там вот сделали то-то, то-то, ну, там результат прошел такой-то, такой-то, еще вариант, сюда же это шаги, ну, то есть, иногда люди, говорят, ну, да, вот там-то хорошо, ну, у нас же это невозможно, потому что человек просто не знает, как это сделать, поэтому в формате вы сначала установите доверие, как я это называю, втираться в доверие, некрасивая фраза, но на самом деле, в ней такой суть, наверное, стоит доверие, сделайте так, чтобы ваши руководители начали вам доверять, и тогда вы можете уже не просто подсунуть, а порекомендовать, например, сами сходить на курсы, какие-то элементы, у меня есть большое количество слушателей, которые приходят, а потом их руководители, там, через какое-то время, даже, прямо, есть конкретная компания, когда все руководители учились у меня, там, на протяжении, наверное, месяцев девяти, и в какой-то момент пришел один слушатель, опоздал такой, как я называю, с короной, зашел, сел, и я не успела его спросить, потому что он опоздал, с какой он компанией, и что он хочет, и когда там в перерывчике, я все-таки его спросила, он сказал, я вообще с вами пришел знакомиться, я говорю, да, тем заслужила, ваше, ваше такое внимание, а он говорит, вы понимаете, я уже устал, на всех планерках, мои люди, которые у вас все отучились, именно у вас, я всех к вам посылал, они говорят, а вот Шульга сказала вот так, а вот Шульга сказала вот так, у меня, говорит, закралось сомнение, что Шульга уже управляет моей компанией, пришлось идти к вам на курс, и знакомиться, поэтому вот как вариант, Петр, отучитесь сами, и потом будете рассказывать, какие-то лайфхаки, проявится интерес. Итак, если подробнее про эти темы, это курс руководитель структурного подразделения, руководитель среднего, высшего звена, что по завершению курсов, это точно осознанное управление, использование инструментов менеджмента, это возможность уходить с работы вовремя, я прям акцент на это делаю, что люди, все человеки, им нужно отдыхать, распознавать разрушающих, созидающих сотрудников, потому что некоторые мигрируют и туда, и сюда, и в конце концов уходить просто спокойно в отпуск, расти в карьере, как следствие получать больше денег, и, конечно, достигать своей KPI. И в особенностях курса руководитель структурного подразделения, в общем-то, это то, что он 40 часов длится, стоимость написала, есть формат находиться в классе, есть по вебинару, как вы сейчас, та же площадка подключается, это чуть-чуть дешевле, и, в общем-то, старт ближайшей группы у меня 29 марта, это такой интенсив, там 5 дней подряд, но зато вы прям выходите, и вот после такого интенсива такая перезарядка в голове. Ну и кто идет выше, руководитель среднего, высшего звена, здесь чуть покороче, он 32 часа, старт 5 апреля, и стоимость, соответственно, чуть дешевле, в общем-то, в формате, Мария, подключитесь, в формате разного обучения, да, отдаю слово Марии. Да, спасибо, Елена, за классный вебинар, очень полезная тема, и я думаю, что не только руководителям, а также любым рядовым сотрудникам, ну, мне даже было очень интересно послушать, очень полезно, спасибо большое. Ну и в тему данного семинара, как Елена уже отметила, стартуют в ближайшее время два замечательных курса, это руководитель структурного подразделения и курс руководитель высшего и среднего звена. Ссылки на данные курсы я вам скинула в чате, вот, если нужна будет подробная информация, обязательно обращайтесь за консультацией к менеджерам, мы обязательно вам все расскажем, поможем оформить обучение, пока что места есть, но их осталось не так много. Также я бы хотела отметить, что для тех, кто занимается продажами, есть особенные курсы, которые также ведет Елена, это руководитель отдела продаж, там есть свои особенности, свои фишки, для тех, кто занимается продажами, как укрепить отдел продаж, аналитика и много всего еще интересного. Курсов очень много, да, Елена отметила, что ведет более 30 направлений, есть интересные курсы по эффективным переговорам, которые, кстати, стартуют уже послезавтра, как раз-таки в формате открытого обучения. Вот, по поводу форматов, отмечу, у нас есть разные форматы обучения, есть очное обучение классическое, есть дистанционное обучение в формате вебинара, да, как сейчас, есть очно-заочный формат, для тех, у кого ненормированный график работы, жизни, можно организовать индивидуальное обучение с преподавателем, и особое внимание хотела бы уделить формату открытого обучения, очень классный формат, фишка этого формата в том, что обучение идет сразу по видеозаписи, вы занимаетесь в индивидуальном для себя ритме, не зависит от других участников группы, и получаете индивидуальную консультацию от преподавателя, по сути, открытое обучение это индивидуальное занятие по стоимости групповых занятий, вот, обратите на это внимание, также, если вопросы останутся, пожалуйста, обращайтесь, обращу внимание еще на то, немного времени у вас займу, на то, что у нас есть замечательные комплексные программы, комплексная программа, это предложение выгодное по цене, в комплексной программе гораздо дешевле оплачивать, потому что каждый курс составе программы идет со скидкой 30%, ну и, конечно, это более углубленная подготовка, плюс документы об окончании, по данному направлению я рекомендовала бы вам рассмотреть программу повышения квалификации, это топ-менеджер, в ходе обучения вы на практических кейсах разберете, как нужно подходить к постановке задач сотрудникам, исходя из их индивидуальных особенностей, как мотивировать людей, чтобы они с удовольствием выполняли данные поручения качественно и в срок, ссылку на программу я вам также направлю в чат, хорошая программа эффективный менеджмент с использованием систем показателей BCK и KPI, на этой программе вы узнаете, как повысить эффективность компании в целом или структурного подразделения, как разработать стабильную, сильную бизнес-стратегию, как управлять людьми эффективно, как создавать новые подразделения, как расширять бизнес. Ну и, конечно же, без дипломных программ никуда, есть программа профессиональной переподготовки, эффективный менеджмент в организации. После окончания этой программы выдается диплом о профессиональной переподготовке, программа рассчитана на 360 академических часов. В этой программе рассматриваются проблемные моменты, научитесь их выделять, какие бывают в организации, как выходить из этих проблемных моментов, как мыслить стратегически, не упуская сферы внимания, тактические задачи, ну и, конечно, получите самые последние, наиболее актуальные знания, которые позволят максимально эффективно реализовать себя. тем, всем, кто досмотрит до конца ждет бонусы, пожалуйста, не отключайтесь, как раз таки время ответить на вопросы, если они есть, Елена, передаю вам тогда пока образы правления на вопросы. Да, Николай задает вопрос, что в офисе запрещено принимать пищу на рабочих местах, обидуются в разных местах, задерживаться не рекомендуется, совместная еда может сплачивать коллектив, но корпоратива ходить не хочется, ваш совет, как поступать? Смотрите, все совершенно верно, есть такая проблематика, поэтому как вариант, это как разные варианты могут быть, некоторые компании, например, дают, ну, а-ля талоны, некрасиво может быть звучит, но это прям реально факт, сама лично видела, в какой-нибудь кафе, которое находится недалеко от офиса, то есть оплачивает обеды, ну, чтобы не привозили прям обеды на рабочие места, вот, соответственно, они там куда-то ходят, первый вариант. Второй вариант, не целиком на всю корпорацию даже, а может быть, просто по отделам, потому что корпорат, когда вот прям большой-большой, действительно, уже все зажирели, наверное, да, вот этими корпоративами, и уже никто не хочет ходить, никого не удивишь, так скажем, да, не нулевые, не 90-е, когда там все в ресторанах были, поэтому сейчас это не очень рабочая история, а вот на небольшие команды неплохо работает, ну, например, зависит от возраста, да, какой возраст, например, если там до 30-33 лет, ну, опять же, это я и схожу с собственного опыта, неплохо заходят в Москве разного уровня, то квизы, то они куда-то по каким-то, как это называется-то, господи, по квесты, можно говорить, квесты, да, 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 слово квест, как это называется, квесты, когда в мафию, например, я, если честно, долгое время никак к мафии не относилась, пока вот на одной из конференций вечером начали играть, и я прям даже думаю, потеряла много времени, мне очень понравилось, и это вот вроде не даже про еду, потому что там, ну, обычно не сильно какая-то еда, может там какой-то перекус, но уже вместе хорошо люди начинают работать, это может быть, опять же, разного формата, то, когда люди не после работы, например, даже, ну, или там в пятницу вечером, есть, опять же, корпоративные какие-то ценности, которые транслируют, что там в пятницу вечером коллективом они идут, либо на эти же квесты, либо на ту же мафию, да, либо сейчас настолки очень хорошо работают, ну, то есть, все, что касается там возраста до 35, я бы не привязывалась, на самом деле, многие старшие играют, главное научить, настолки хорошо работает, то есть, интеллектуальный труд у кого, я сейчас про людей интеллектуального труда, я сейчас не говорю про физический, да, у них просто разные, разный эмоциональный интеллект, разный IQ, это тоже нужно будет учитывать, кого мы хотим сплотить, да, то есть, вот, если касаемо там производственного предприятия, например, хорошо заходят спортивные, то есть, до сих пор это Советского Союза было, например, там волейбольные команды, одна против другой, но опять же, нужно понять интересы группы, потому что может оказаться самому руководителю, волейбол заходит, а остальным вообще никак, не спортивные они, вот, то есть, вот в таком вот формате, то есть, найти клуб по интересам, кому-то нравятся театры, я знаю один коллектив, они там театралы, они закупают на год вперед эти билеты, за свой счет, и вот они там сидят, разрабатывают, какое представление, куда они пойдут, куда поедут, ну, то есть, у меня там люди ездят раз в месяц, где-то выбираются вместе, там собираются, на какой машине они поедут, несколько машин по области Москвы, то в один городок, то в другой, то к ним, то альпакам, то еще куда-то, ну, то есть, на самом деле, интересов сейчас огромное количество, просто им нужен кто-то, кто это будет организовывать. Так, как быть обычному сотруднику, работающему в серпентарии, увольняться или пытаться изменить коллектив, получить уровень доверия? Боюсь, русском виталитете, несправедливость, а скорее кумовству, как разбить группировки? Да, если кумовство, все не так просто, потому что есть понятие ценности, вот смотрите, я на руководителей среднего, высшего звена, прям там целый блок, мы там полдня говорим о спиральной динамике по цветам, вы, может быть, слышали понятие бирюзовая организация, ну, бирюза это там самый верх этой спиральной динамики, это ценности, то есть это управление по ценностям, то, что вы сейчас меня спрашиваете, это управление по ценностям, просто в рамках этого курса, в рамках этого семинара, физически не смогу там большая тема объяснить, можете почитать, ну, либо кто придет на курс, мы там будем плотно этим называться, либо почитайте, спиральная динамика, есть на русском языке, это как раз управление по ценностям, и вот кумовство, это там фиолетовый уровень, и либо сваливаться до уровня к ним, становиться родственником неким, и ты попадаешь в их группировку, а если ты выше, и там, например, у тебя там уже оранжевый уровень, то тебе придется уходить, потому что это не та история, ну, то есть вот семейные ценности, это красиво они так называются, кумовство не очень красиво, а семейные ценности вроде симпатичны, ты всегда там будешь чужой, вот всегда чужой, и либо породниться, либо уходить, ну, либо принять, что ты чужой, то есть если это сильно на вас не влияет, на ваше мироощущение, что, да, все равно, то тогда работайте, а если нет, то нужно искать, в общем-то, тот коллектив по тем ценностям, которые будут сходиться, очень тяжело в серпентарии так работать, особенно если там кумовство, поэтому изменить коллектив можно, если вы сами там руководитель, вот, то есть те действия, которые я говорила, да, вот шесть шагов, можно начать с себя, да, да, вот Мария написала, что есть возможность получить консультацию эксперта бесплатно, у вас есть промо-код, вперед. Хотела дополнить, как раз, чтобы мы уже затягиваемся по времени, чтобы не задерживать наших дорогих гостей, что каждому слушателю сегодняшнего семинара мы даем возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию, достаточно любым способом связаться с нами, по электронной почте, по телефону, в чате, и назвать промо-код «Иду вперед». Также я оставлю свои контакты, зовут меня, еще раз отмечу, Мария Зуева, с радостью каждому помогу с ответами на вопросы, с подбором программы обучения, еще раз озвучу, что у Елены занятия по курсу руководителя структурного подразделения уже с 29 числа, эффективные переговоры уже послезавтра, коллеги места пока что еще есть, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, подберем для всех оптимальное предложение по срокам и по цене. Да, спасибо, Мария. Коллеги, спасибо большое. Была рада вопросам, рада, что тема для вас актуальна. Спасибо большое. Чтобы карьерно повысить своего руководителя, понижает другого сотрудника, уходить или как быть. Татьяна, надо смотреть по целям вашим, какая там у вас сейчас цель. На основании чего у нас нельзя просто так понизить, согласно трудового кодекса. Итак, коллеги, я ставлю стоп-игра. Продолжение следует... Продолжение следует...